Привет, друзья! Вы на канале HardRessetInfo. Перед нами телефон под названием Xiaomi Mi 11i и в этом видеоролике мы покажем, как на данном устройстве изменить внешний вид клавиатуры, то есть мы настроим полностью внешний вид клавиатуры, также изменим тему, поставим свою фотографию на клавиатуру, то есть мы сделаем все. Давайте, соответственно, сделаем сначала какую-то фоточку, чтобы поставить ее потом на фон нашей клавиатуры. Я сделаю такую вот фотку. Мы пока забудем об этом, мы просто так сделаем, чтобы было. Возвращаемся теперь обратно. Здесь мы что делаем? Смотрите, мы открываем нашу клавиатуру в любом приложении, неважно в каком, я открою в хроме, в где угодно. Дальше обязательно стираем весь текст, который тут напечатан, весь-весь-весь, чтобы не было ничего написано. И нажимаем на шестеренку, которая нас перекидывает в настройки клавиатуры. Дальше мы переходим в настройки. И у нас здесь есть настройка клавиш, мы только о ней будем сейчас говорить. Ряд цифр, то есть хотим ли мы видеть ряд цифр на клавиатуре, мы показываем. Дальше переключатель эмодзи или переключатель языков. Мы выбираем здесь один пункт из двух. Я обычно оставляю переключатель языков, так как мне этот пункт удобнее. Смотрите, я вам даже покажу, как это работает. Все, смотрите, возвращаемся. Сейчас нам, чтобы напечатать какую-то циферку, надо зажать вот здесь вот кнопку или нажать здесь и потом только печатать цифрики. Что же делать, если я хочу, чтобы у меня здесь появился еще один ряд с цифрами? Мы заходим сюда и ставим здесь галочку возле ряд цифр. Теперь у нас появился сверху ряд цифр, где мы можем, соответственно, писать цифры. Довольно-таки полезная функция, если вы часто что-то печатаете с помощью цифр. Дальше возвращаемся. Хотя нет, давайте я вам сразу покажу. У нас есть вот такая вот менюшка, которая переключает языки. Если у вас, например, у меня сейчас два языка, русский и английский, мы можем с помощью вот этой кнопки просто переключаться между языками. Где же найти смайлики? Чтобы перейти в смайлики, нам нужно зажать кнопку вот эту, отпустить и тогда мы попадаем в смайлики, где мы можем, соответственно, печатать смайлики. Клавиатуру еще можем переключать вот таким вот образом. Зажимаем пробел и выбираем другую. Дальше. Мы переходим в настройки и видим пункт, который называется показывать переключатели модзи и показывать переключатели языков. Мы можем выбрать только один из них. Если мы поставим галочку, тогда у нас со смайликами пункт появится здесь. А чтобы переключать язык, нам нужно будет каждый раз зажимать пробел и вот так вот выбирать другой язык, который мы хотим. То есть у нас не будет кнопочки для переключения языков. Я оставлю вот как было прежде. Вы выбирайте как хотите. Это от вас зависит. Дальше возвращаемся сюда. И здесь у нас есть уже пункт тема. Это следующее, что нас интересует тема. Именно для этого пункта мы делали в начале видео фотографию. Мы можем выбрать любую из данных предложенных нам тем. Видите, здесь есть такие прикольные черные, темные темы. Вы можете нажать на любую из них, нажать применить. И теперь тема, как вы видите, была изменена. Если же мы хотим установить какую-то свою фотографию на фон темы, то мы, соответственно, нажимаем здесь на плюсик. Выбираем фотографию. Выбираем, какую часть фотографии мы будем видеть на фоне клавиатуры. Я оставлю, ну вот так вот, давайте, посерединке. Нажимаем далее. Дальше выбираем яркость нашей фотографии, то есть сильно ли будет видно. Здесь мы тягаем ползунок и выбираем, как нам больше всего нравится. Я оставлю где-то востока. Вот нажимаем готово. Дальше выбираем, хотим ли мы видеть контуры клавиш. Я обычно оставляю этот пункт, так как мне с контурами удобнее. Вы же, смотрите, это тоже на ваш вкус. Нажимаем применить. Теперь, как видите, у нас клавиатура вот такая вот крутая, с рядом цифр, переключателем языков. Также, если вы хотите добавить еще какой-то язык в вашу клавиатуру, вы нажимаете сюда, нажимаете языки, добавить клавиатуру и выбираете любой язык, который вы хотели бы добавить. Спасибо, что смотрели. Если вам интересно посмотреть больше видеороликов о данном телефоне, тогда подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!